Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok все. Что за ошибка, вот я не знаю. Так, сколько время у нас? 17.09 Субтитры сделал DimaTorzok 17.09 Субтитры сделал DimaTorzok Все, вроде вот сюда добавил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, короче Где ID смотреть Я так нихрена не понял Всех, короче, добавляю Может так можно проверить? Нет, нельзя Да Секунду, ребят, сейчас с вами позвоню, просто дедушка должен прийти, вот, что начинать игру, если он сейчас придет, придется бегать здесь, как бы напрягаться. Так, ну все, ладно, давайте. Так, у кого-нибудь катнем, ё-моё, поиск в первом старике, это, конечно, нормально. Так. 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 Пробочка на АФ. Оп, матч найден. Я уж думал, куда-то я вышел. Че там за матч найден? Террасик какой-то, ностальгия карта. Бля, карта, конечно, убогая, без газа на второй базе, ну ладно. Разводить пробок я не могу быстро сейчас. Аф. Продолжение следует. Прощаются. Аф. Что-то забыл, я уже что-то как делать был. Что-то так, как будто подлагивает маленько. Недостаточно минералов. 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 Тихо, еще в него готовый газ, походу, отправил. Стоять. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я наступаю, наступаю, отвердаю, наступаю, я могу быть полетен, наступаю, отвердаю, моим его зависит я, присылаю, на концу, отвердаю, я тебя, держу казани. Блин, вообще ничего не успеваю, это ведь это ж первый StarCraft, пацаны. Звук Кавадас, Локхтай, принимаю сигнал, я жду казани, ожидание команды, до связи, Локхтай, ожидание команды, я жду казани, я вернулся. Твои войска обступили в поле, не команды, подтверждает, вслух Кавадас, лечена, на ГАЦУ, приступаю, Локхтай. Оп, как попуснулись-то они, чёрто. Звук Кавадас, я могу быть полетен, подтверждаю, выслабаю, вылаждаю. Твои войска обступили. Продолжение следует... 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 Улучшение грузово, исполезен. Войди, как путь. Удал, исполезен. Принимай сигнал. Молодец. Жизнь за Айюр. Жизнь за Айюр. Битва зовет меня. Принимаю сигнал. Принимаю сигнал. Принимаю сигнал. Принимаю сигнал. Так. Ну сейчас за 15 минут уже 100 тысяч очков пацаны набирают. Как бы даже больше, наверное. Матч такой примерно. Может даже 120 некоторых. Разбивался медленно относительно. Просто как бы чел сопротивления не оказывал. не особо оказывал. Не особо оказывал. Поймать. Набжусь... Поймать. Впрочем. Что это такое? ММР плюс 16. О, какую-то графику новую. Давайте еще карточку сыграем. Так, секундочку. Так, помер. О, здесь друзья из второго Старкрафта показываются. Вот. Так, сейчас запрегну. Повтор какой-то. Повтор какой-то. Так. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok А нет, смотрите, ни хрена Я не угадал Субтитры сделал DimaTorzok Я не понимаю, как он мог с Кросса приехать сразу сюда, здесь что, он ли Кросс, что ли, на Fighting Spirit, я не понимаю Я не хотел сюда порезать Так, может, так ЕСА погнал Время нарушает Битва заёт Добавляйте Недостаточно минерал Недостаточно минерал Недостаточно минерал Недостаточно минерал Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Ну что, брудвар на горизонте Диол против воротка у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Так, вороток заходит. Смотрю. Все, сейчас вроде все начнется. Привет всем, пацаны. Дима Торзок Давно в первом Старике не было, ребят. Все, все готовы сейчас начинать будут. Ребята, СтопТарк делать не буду. Выложу, ладно. Все, короче. Кстати, кстати, знаете что? Дайте-ка я пока мастер колизей на заливку поставлю. Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Так, ароу, Арам. Слушай, еще раз, какие завтра планы? И что там завтра про турниры? Что там-то вообще? Суперматч там, короче. Ну, что-нибудь постримить надо, но что я не знаю, как бы даже. Ну, а тут у нас начинается, ребят, игра. Приноси. Пацаны, а как сделать, чтобы вот эта хреновина не с кроллом не делалась вообще? Так, ну пусть вот так вот будет панель войск, я не знаю, надо или нет. Так, лучше видно на самом деле все. Flash effort for best. У нас там матчи завтра. Не знаю, Арам, можно будет поиграть, я думаю, маленько с тобой. так, секунду, пацаны, мамочек. Хочется. Хочется. Алло. Так, все, пацаны, ребят, я здесь. Так, ну production только в replay. Я понимаю, почему, почему, почему здесь вот нету этого? Почему здесь нету? В replay сделали, почему здесь не сделали production, я не понимаю. ТЗ, короче, не знаю. Ребят, в общем, вот он браток у нас. Напомню, это браток против Диолта. Ремастерят первый старик, шоу-матч у нас, короче говоря, идет. ССВ-шки, это КСМ-ки, да, 60 хп у них в первом StarCraft, вот вы видите. Депоха, Барак, Газ, браток играет, без стеночки на рампе. Карта первая у нас, что это за картой, кстати, такая. Это какая-то версия Lost Temple, кстати говоря, хочу вам внимание, ваше внимание обратить. Не знаю, что это за версия Lost Temple, но это Lost Temple стопудовый. Ну и у тиранов здесь нормально, они вообще, на самом деле, развиваются. Здесь дропами можно блочить вообще Протсу, второй Нексус в легкую. То есть, на самом деле, обороняться здесь очень сложно от них. Надо шаттл строить обязательно. Вот, а если не шаттл, то тогда как вообще НТЗ отбивать. Ну, братка депохи стандартные, то есть тут такая депоха. Вообще, депуха и барак вот так вот ставятся рядом, что если стенки нет, комариков-то добавляешь, они вот между ними становятся. Блин, не видно и продакшенов, ну вот, что именно в здании строятся. Что-то они не доделали интерфейс из интерфейс, не кажется, Старкрафта первого. Ну, если бы это всё показывалось, это было бы совсем не лишним, на самом деле. Так, в принципе, эта панель нафиг не нужна, я так думаю, вообще. Всё равно её вебка заслоняет, ребят. Лимиты сверху, в принципе, есть, всё есть. По очке видно, ну, то есть, либо вебку по центру переносить. Я не знаю, грубо имеет смысл вебку по центру переносить, а ещё часть экрана будет скрыта просто, получается, с кэвером. И текст, ну, наверное, пока будет убирать. Кстати, дайте. Ну, вот так вот можно, вам нахрен это не надо видеть. Текст можно вот так вот, например, пилить. Как вариант. И тогда панель эту пилить. Ну да, смотрите. Так, вот лучше. Это она жирная, блин, панель эта? Ну ладно, ребят. Короче, Деволт играет, типа как я сейчас с тираном играл. Через три драгу на них. Ну, достаточно стандартный билд, но его можно напрягать при выходном станчиком каким-нибудь подобным, как сейчас браток делает. Ну, тут ультурка, видимо, добудет с грейдом на минке. У меня нет смысла фокусить абсолютно никого мариков здесь. Вот тремя драгунами есть смысл фокусить танк в таком растворе, а вот мариков фокусить вообще не надо. Четвертый другу не слышал. Опа. А вот это интересный расклад, кстати говоря. Не знаю, что это могло бы значить на самом деле, но... Нет, это я знаю, что значит, может, в первом Старкрафте. Это либо сверхбыстрые батоны, либо выход в арбитр. Но в арбитр атак обычно они выходят без юников. Вообще нет смысла в нём особо. Если его супер раннего выходить, то для рекола лечат пробок. Надо вернуть срочно, да. Возвращает его в пробок. Молодец. Одна уехала, правда. Ну ладно, одна не страшно. Главное восемь осталось. Опа. Что-то заказано. Посмотрите в Таргейте. Что-то, блин, скауты, что ли? Я чуть не понимаю. Ну, скауты это вообще чушь какая-то. Я не знаю, с одного-то тем более. Раньше были биллы, прокси, два Старгейта и... Так, соответственно, скаут там потом... Погодите, жена звонит сейчас. Опа. Спеши! Так, скорее всего это... А вот, это корсар какой-то разведывательный, странный корсар. Но это, видимо, был корсар, и если необходимо было, может, скаут какой-нибудь, то есть может быть, чтобы отсюда выбивать, если дроп, например, будет. В июне там... Ну, браток не собирается ничего дропать, никуда там. Тут еще гитты пошли, смотрите, где его там. Ну, в итоге Твайлайта нет. Еще нет, Стадель Адун, это аналог Твайлайта. Нет роба. И как агрессию, если браток вперед пойдет отбивать? Я хз даже. Браток пойдет, как мне кажется, вперед сейчас. Четыре танка, три ультурки, марики есть здесь. Можно пару КСМочек еще взять и вперед сейчас пойти. И тут не отбить будет этим количеством другу. Хотя, в принципе, в первом Старкрафте все не очень однозначно. То есть контроль, и можно отбить все, что угодно вообще фактически. В ультуре с минами уже, как видите. Плюс еще две фактурки пошли. То есть это пять фактурок. Выход сейчас будет от братка. Выход очень сильный. А здесь всего лишь плюс два барака добавилось. Только сейчас, возможно, Грейт заказался в Цитадельке. И то я не помню, а по ней как-то было понятно или нет, как делается там Грейт или нет. Кстати, можно было бы в Дархов сейчас выйти. У братка даже скана нет. Причем Корсаром-то мог его вот это все спалить. Но я думаю, браток не дурак. Он скоро добавит. Академию. Ну скоро, а не скоро. А если б сейчас уже была бы. Так, сидятся танки. Очень плохо. Все еще супродцы. Реально, то есть, очень близко тиран подошел. Уже туретки пошли. Танк рассиджился. Эти сейчас еще ближе засиджутся. Минку браток свою спробревает. Ну, одного танка его подкупсят. Но остальные... А нет, два, смотрите, как. Молодец, кстати, грамотный фокус какой будет. Одной группкой одного драгунов. Одной группкой другой группкой другой танк. Пять бараков уже есть. Скоро ноги доделаются, кстати, игре. И сейчас не будет создана группа ультур, достаточная для обороны этих танков. Может просто ее отбиться. Но уже пять факторок работает. То есть, надо просто точку сбора сюда братку ставить. И нужно больше мин спереди, перед вообще. Нет, она не мигает, потому что ножек еще нет до сих пор. И ничего не происходит в цитадуле. Вот так. А они явно делаются сейчас. Блин, хреново сделали, что не видно, что в зданиях происходит. И нахрен вообще они делали этот мод. Обещали от серверовский мод, а сделали тут принять. Вот, ножки доделались, ребят, только-только. Идет вперед Диволт. Дилки гибнут вообще нафиг. Вультура от танков подгоняют. Надо покусить драгунов танками. А вультуру, чтобы Дилков убивали. Прямо это браток сейчас и дел. В итоге, да, Диволт здесь, конечно, почти все выбил. Но почти не считается. В итоге братка лимита больше. Блокада сохраняется. И для процесса это смерть подобно. Минут еще браток поставил. Еще и бункер вышел. Короче говоря, здесь 1-0. Скорее всего, в пользу братюне. Вот у него там строятся армори. Академия, КСМ-ки все время мастятся. Кстати, смотрите, рабочих криво. Здесь всего 11, а здесь просто немерено. То есть надо... Нужен баланс по рабочим первым старикам. Ой, минки сейчас себя могут убить. Так, танк уже ближе, пшоп. Нужны КСМ-ки ближе. Здесь танк, братка... Один танк, браток, забыл. Служу турец пилить. Так, драгун-миньор здесь идет вперед. Драгун-миньор, а не так себе, на самом деле, работают вообще. Здесь танк складывается. Здесь маликов высадить в бункере. Они там явно сидят. Турецки ставятся. Ну, Диуул добавляет. Гейтовка еще у него 6. А вот, Дарк выходит. Ну, а что Дарк-то здесь с турецкой? Одна сейчас, вторая будет. Куда-пуда еще минки пошли. Так, еще один танк приближает. Курельки поврепиливал. А, вот, попытка будет Дарками сверху отбить. Ну, кстати, я даже не знаю, как виден одного человека здесь поставить в итоге. Даже нельзя союз-доключить или убрать с игроками. Тут, походу, не видел до вас. Турецка есть еще одна. Может, конечно... Да нет, тут не сдаваться даже я смысла особого не вижу. Почему? Потому что... Дома сканеры есть у братка. Факторок... Опа, как я его убрал? А как я его убрал, пацаны? Кто шарит в ремастере? Ёма, что я сделал? Я кликнул просто туда. Что происходит, ребята? А, все, понял. Спасибо за инфу. Понял, понял. Диолт летает. Видите, что тут у братка есть. Отлично, ребят. Попытка отбиться. Очередная вздила. Это вперед идут. Здесь вультура достаточно много. Неужели браток здесь еще и разваливается? Смотрите, браток еще и разваливается. А я уже похоронил Диолта. Он здесь берет. На изичек просто отбивается. Блокаду все снимает. Ну, в штуре-то купаши дома не было. Только сейчас он добавил. Большую группу юнитов вынужден был дома держать. Ну, как на изичек отбивается? Сейчас кто-то группа придет, и дальше-то не получится идти, по ходу дела, да? Танки сзади здесь там сидятся у братка. Тут драгон вперед идут. Ну, не надо четырьмя драгонами на три танка действительно нападать. Потому что танки их просто минусуют сейчас. Возвращается шаттл с дарками, по-моему, сюда. Нужны сканы. Нужны сканы обязательно, иначе беда. Ну, под туреткой шаттл сливается. Третий некст Диолт пытается ставить. Братка третья цсеха уже работает. Здесь какой-то сумбур рабочий и тупят. Ногучь тупит. Ну, зато фактурку аж добавляет. Вроде как. Будет продолжаться давление. Драгеды, одна атака здесь по нулям. Арбитр делается. Ну, это поздний очень арбитр, на самом деле. Ууу, слился. Шаттл еще. Кстати, как здесь счет размещать? Вообще интересно мне в этом Старкрафте. Ну, здесь сверху можно запилить, попробовать. Ну, мы сейчас попробуем, сделаем на противникнеймах. Так, драгуны сделки. Здесь юниты как-то разросленно стоят. Братка уже глявки. Пошли. Ёма, здесь такой лимит стоит. Будет его подвезти сюда, и уже все, тут просто печально кончится. Прямо сразу идти. Вот что это? Ну, видно, что уровень далек от там какого-нибудь года. Седьмого, восьмого, девятого игры как бы. Вообще, что-то Паша подтупливает. Реально. Сейчас, если эти юниты сюда приедут, то просто ггнчик будет. Уже понятно будет, что просто юниты. Блин. Здесь такая слабая, ну, в общем-то, блокада, что один зелок просто умудряется внутрь пробежать. Чем браток сейчас занят? Понятия не имею. Вот этот-то почему не подъезжает? Блин, был бы это год восьмой, я подумал, реплей сглючил, пацаны. Но это-то не реплей. Кто в первый старик играл, знает, что там в старых вестергер все реплеи дучили в его определенный момент. И там просто, ну, юниты тупили, чуть ничего не происходило, как бы. Я не знаю, на каком принципе. Так, рабочие переводятся. Здесь просто какая-то дичь, паша, что-то. Чем он занят-то вообще? Я не понимаю. Не, мне, конечно, сложно судить, потому что я вот сейчас играл вообще с какими-то реально слабейшими игроками, как бы. И что там творится. Все-таки топовые игроки. Тебе вот Диол какой-то налом делает. Может, реально глючит что-то? Ну, я не верю, что вот это вот происходит. Что это вот это вот? Ну, а как это по сети может происходить, если это прямой эффект? Вообще не понимаю. Так, нехтус пошел. Не, вы серьезно? Блин, ребят, скажите, там другие стримы есть, на самом деле, как бы. Неужели все там точно так же происходит? Не, ребят, я не знаю, что творится. Мне сложно судить, как бы, ну, про сложно. По-моему, что-то глю... Вот это что такое? Ну, стопудово это глюк, а как это так-то вообще? А как, почему это... А как, почему это так происходит? Я чуть не понял. Что за бред-то вообще? Как это может по сетке происходить вообще? Такая чушь, вообще. Может, починится ему? Не, ни хрена, они вообще не сомневаются. Такая чушь. Прикол вообще. Зальтава, доманчик. Короче, я выхожу. Где там братка-то стрим? Так, ну вот, братук тут играет, ребят. Я же заказывался, Сашка, да? Как-то браток еще затерпеть успел от этих арбитров. Может, там так и было на самом деле? Да и вы мне наврали. Да не, на самом деле так не было, но это какая-то чушь вообще. Прикол вообще, блин. Что за бред? Здорово, Элюк, здорово всем, ребят. Готов тут EMP-хи кидать на уже погибающих арбитров, блин. Кстати, арбитра на того-то EMP не попала, по-моему, который на мейн долетает. Да, так оно и есть. Просто один рефул, а сколько проблем. Да, ещё много. Да. Продолжение следует... 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 Как это всё сложно-то, ё-моё. Чем вверху-то приклеивается. Во. Так вот, надеюсь, будет понятно всё. Ну что, ребята, в предыдущий билд примерно браток играет. То есть это 5-6 мариков, танк и ультурка. Вообще 6 мариков обычно раньше делали. Танк и ультурка. Диолт играет опять через трёх драгу... А, через 2 гейта он даже не играет. Нет, это вообще какой-то ранний нефтус. 2 гейта, потом и драгуны. То есть халявка какая-то. Если сейчас выход браток делал бы, то... Друг друга разве... Короче, если бы выход делал бы, он мог бы просто подблощить и неплохо бы. Так, минки поставил браток вперёд и... В ультуре дал проехать и ушёл назад. Одна минка, правда, осталась ещё. Ох, драгуны минку отхватили. Просто мины в первом Старкрафте, конечно, это 125 дэмэджа сплэшем. Просто сплэш очень большой. Причём в определённом радиусе именно он полный проходит. Так, и вы видите, одна минка и у двух драгунов просто 56 хп только остаётся. Почему 56? Потому что 125, но броня распространяется в первом Старкрафте на всю магию. То есть и на всякие касты, всякие скиллы. То есть если что он кидает, что, допустим, так он 110, по-моему, дэмэджа наносит. Вот, а если не кидает, ну а если броня одна есть, то нанесёт 109, например. То есть грейджины, юниты и прочь Сторма лучше живут. Тут минки заметили пробку, ребят, и браток ультурка её сбрил. А минку на 9 поставил на месте вероятного Нексуса, получается, с третьего. Ультура имба. Ну, на первый Старкрафт лучше, чтобы Старкрафтовская школа Нессио не переносить. Потому что, конечно, всегда. Но, как я и говорил, уже не считаю верной формулы, которой многие придерживались. Типа, Протс больше Тирана, Тиран больше Зерга, Зерг больше Протса. Считаю, что Протс ни хрена не больше Тирана, на самом деле, рукастого типа флэша, который близок к идеалу. Там, у которого ЕМП, у которого Лейд, там, с максимальными грейдами. С ним просто очень сложно биться. Короче, ладно, не будем об этом говорить. Вот. На самом деле, про первый Старкрафт я гораздо больше знаю подробностей, чем про второй Старкрафт. Несмотря на то, что столько времени прошло, потому что К были мелкие, там всё изучалось вручную. Не было никаких, там, ликвипедий, ничего, как бы. Все дэмэджи, скорости передвижения юнитом, там, и так далее, и так далее. Какие-то нюансы. В этот раз более опасен, что происходит. Диолта Старгейт. И архивы Темпларов пошли. Житадель Адун есть. Ну, это, понятно, ножки Зелкам. Там, Драгуна по центру контроля отбегают минки, все кило, ну, принимают. Третьего нексуса пока не наблюдается, но это билд в быстрого арбитра, очевидно, вот тут из-за этих двух зданий строящихся. Я вот пришёл, взял, минку вычистил, вот на девяти сейчас будет нексус с заказом. Он отсыпает назад, потому что просто ксусу некуда лезть в таком расставе вообще, когда он в арбитры выходит. Браток третью цеху ставит, ну, достаточно нагло, но что ему здесь, несколько танков поставил, минок сюда накидал, и уже просто тяжело пробить. Паш в ультурами идёт, минирует всё. Ну, приезжает на ХГ в попытке нексуса, может быть, и отменит даже. Хотя три мины здесь явно Драгунов, тем более с Апсом, здесь же, ну, мог сейчас Драгуна на минку отдаться. Смотрите, Деволк на халде встал, молодец, на минке вообще демиджа не нанесли никакого, это хорошо. Ну, так, продемиджит Паша, нет, полей у него точно не будет, хотя нет, полей будет, ведь он же только строится, но... ХП зато части не будет здесь, пока только строится здание у него, и поля, и ХП снимать. Попытков раскачить на вторую тоже у него удача оканчивается, здесь есть пилон, раз, два, три, здесь симметрично будут ГИПИ, видимо, запилены. И вот, а Арбитр Трибунал, и Арбитр заказан, в Парже бустится какой-то апгрейд пока по нулям здесь, естественно, по... А у Паши Армель есть, да, есть Армель, тоже бустится, не бустится, точнее, делается, грейд бустится, это ещё во втором Старкрафте бустится что-либо. Так, ну и надеюсь, что в этот раз ничего глючить не будет, перебор будет уже, на самом деле. Кстати, те, кто из AppServeer стримят, Адольф там, и ещё кто-то, Айда, по-моему, вы у них смотрели, у них были глюки, или только у меня так случится? Не понимаю, почему у меня такая охренетная глюка? Так, ультурами Паши пытаются здесь... Ну, снизу тут минируют всё, получается. На Рискве минируют. Назад ультурами поехал, Диаулт, ой, здесь всё, в общем-то, гоняет, получается. Минки прогоняют, гейтов добавлять, 7 уже их сейчас будет, а Арбитр скоро будет. Чё-то это хорошо, хорошая для Диаулт ситуация, я так думаю. Сукаун спокойно развивается, потому что в игре выход был от братка такой сильный достаточно. Сейчас Паржа вторая добавлю, то есть двух Паржа играет, если не сделается, это хорошо. Заезд культурами законтрился. Ну, и тут уже четвёртую собираюсь занимать лимит, и вы видите. Ну, тут не сильно в плюсе по лимиту, на самом деле, Диаулт. То есть, в принципе, у братка тоже более-менее всё нормально, у него 30 цехи добывается. Ну, чё-то он от культура Харас пока какой-то практически бесполезный пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь факторок работает. Минируется центр, ну, тут сразу с обсерверами драгуны ходят, кстати, обсервер с мувом уже. Сделан мув, это для того, чтобы он наравне с драгунами летал. Никогда я когда сам играл не делал мув именно обсервером, я делал им всегда дальность зрения. Очень крутой играет, жаль, что его во втором Старкрафте нету. Но этот трэйдж подавал, то есть, можно было просто грамотно развесить обсервера на разных позициях. И не надо их вообще двигать особо, никуда было. А в первом Старкрафте обсерверы штук пять, там, семь. Это нормально было, потому что нужно было контролировать трэйдж. Естественно. Зашатался и минки делал, здесь уже зелки пошли, плюс один грейд доделался. Паржа работает, наверное, плюс два делается. И это работает Паржа, то есть, в несколько раз делается гейтов, все еще семь, а не же бараки. В принципе, гейты бараки у тирана. Во втором Старкрафте варп уже появляется у них, как бы, и там телепортируется. Братка, 138. Вот, лаборатория строится. И Старфорд сейчас для чего это делается? Во-первых, грейды продолжать только с помощью вот этого здания можно в лаборатории. Во-вторых, опа, турецка, видели, как медленно на Апса реагировала? Во-вторых, что немаловажно, благодаря вот этому зданию строятся веселя, которые кидают гроздки ИМП, которые контрят арбитров и всех таких юнитов. Кстати, куда-то там пробка поехал. Здесь браток заметил пробку. Здесь у нас две потомки прикрывают. Никсус можно ставить уже. И здесь, мне кажется, резк юлку. Ну так, он расстроился здесь. Да, не расстроился. Два старгита будут арбитром. Понимаете, бессмысленно вот 170 энергии. Вот сейчас нужно, если ты такой ранних арбитров играл, нужно делать реку. Либо драться с этими, со стазисом получается в лоб. Лучше мне, конечно, сариков гораздо делать. Хорошая позиция у Диволтон. Узелки-то без ножек еще. Где ножки-то, емае? Куда ножки делать, браток? Браток делает выход. Без ножек это вообще не вариант. Проход в третьем соблайме закрыт. Здесь застройка будет отсюда, рабочих будет. Возможно, она будет плотной. И хрен сюда перейдешь в перспективе. А в первом Старкрафте не плотные стенки. Это, ну, их нету плотных стенок. Там между зданием все университет ходит. Поэтому там пару зданий построил. Просто мешаешь передвижению и все нормально. Так, кстати, здесь можно отдалять тоже. Смотрите, как прикольно сделано. Причем с кроллом. Вот Диволт пошел вмеситься с Башей. Неплохой стадис, кстати говоря, зашел. О, орбитеры сливаются. Но Зелки идут вперед. Здесь слишком много. Правда, часть вот университетов вообще не послана вперед у Диволта. Видим, что лаги серьезные заходят. Может, на оптимальную высоту, кстати говоря, взять. И ее придерживаю. Так, разбирай здесь Диволт. Наверх нахренам, Зелки пошли-ка здесь за место. Идет столько танков по стадисам, а Диволт Диволт наверх послал. Сейчас эти разморозятся, а не этих драгонов развалят на самом деле. Нужно отступить срочно сюда. Принять то, что сейчас здесь разморозится. Вот так вот примет на иначе, конечно. Ну и топ с эти драгоны какие-то. Фокус, это у нижнего танка. Ну, это мисклик, видимо, Диволта. Ну, самое главное, он центр разобрал. Браток здесь пытается 12 занять. Ну, сейчас просто в сторон пошлет юнит. Идет его туда и вылетит. Так, 1-1 грейд и готов. У братка пока одна атака. Здесь грейд еще не доделся. Арбитры все новое и новое есть. Не, я думаю, здесь просто захватил преимущество. Посмотрите, у него уже респ. Рабочие переводятся. Сюда уже на арест на этот. У него рекула, у него стазис. Четвертый браток не занял. Браток решил, что займет по направлению удара свою четвертую базу. Наверное, лучше было здесь ее занимать вообще. На твиче всем хай, ребята. Видишь, что там иностранцев подвалило. Количество определенное. Ну... Так, 82 энергии здесь. Здесь какие-то ультуры вниз едут. Здесь дарк. Здесь потомки новые строятся. Да ну, кто там? Браток дарка заметил. Братка... дарка минус ну. Здесь везде даже на ХГ одна потомка есть, поэтому ловитесь. Ничего особо. Надо пробочки немножечко увести. Дело, кто-то понимает. 2-1 уже обгрейд. Да, 2-1. Паржа молчит. Паржа молчит. Забыл обгрейды делать дальше. Вот арбитр. Так, это новейший арбитр. Один, который постарше... Который энергия побольше. Он вообще стоит. Так, пробок перевел с респа, видимо, вот туда. Вот драгон сейчас взорвется на этих двух минках, походу. А не, на халде. Смотрите-ка, на халде. Возвращают поэтому Диолу пробок. Готовок минирует центр. Но у него нет танков достаточно для нового удара. Вот если он так будет разводить, на этот трет заезжать, Диолу будет армию свою на части делить, То может получиться еще один-то. А выход, ну, хорошо с минками работают. Очень хорошо. Сейчас только драгон побежал. Но это на муви точка сбора. В первом старкрафте нереально сложно все эти точки сбора менять. Здесь нельзя просто взять все бараки и поменять точку сбора. Здесь по отдельности. Выбери каждый, поменяй. Так, минки здесь есть, но толку от них мало. Ничего не выходит особо сейчас. Да и не перевернет. Так, игру. Ну, вот если, браток, так. Две атаки. Это уже получится. О, кстати. Даже Стадиолк не умеет в рекол, по-моему. Здесь у братка, как же, заминировано все. Но даже здесь, в турецке, вот эти турецкие, на самом деле, попа. Вот, только я сказала, это был рекол, на самом деле. Но рекол практически бесполезный. Почему? Потому что здесь очень близко прирост находит. Так, здесь браток идет вперед. О, Деволк, простите. Он видит, что ультур нет. Заморожено было весло. То есть силоты пришли вплотную к танкам вообще без получения урона. И вот здесь, сука, на халяву танков Девол здесь навыпили. Он просто жесть вообще. Всю группу почти выпили. Один танк остался. Сейчас будет прирост. Драгуны сзади, там уже шестой Нексу ставится. Здесь группа юнитов есть. Я хотел портретки эти сказать. Когда кастуешь рекол арбитром, можно его кастовать вот где-то здесь при подлете. Он разгоняется, достаточно быстро летит. Ты его кастуешь, и он где-то секунды две кастуется. Он сюда прилетает, и сюда юниты. То есть можно было рассчитывать заранее касты. Даже на пять туреток можно пролететь. Ну а если чем-нибудь танкануть, например, сделать иллюзии пси-штурмовикам, и кинуть на арбитра иллюзии, так вообще хорошо было. Ну, пси-штурмовики есть, только-только они появились. Не уверен, есть ли иллюзия. Браток заблочилку вторую базу, но так, и МП пошло. У юнитов маловато, у братка. Экономика-то не сильная. Здесь экономика намного лучше. Сейчас процесс пройдет некоторое время, он отобьется. Как же херово, что в бараках нет продакшна, я уже об этом говорил. Все идет, где он отбивается. Ну, дело слишком много, и он выпилился, что нагло как-то. Драгуны выносят минки, драгуны выносят все подходящее. Часть минок все же долетает, но большая часть сливается. ГГ, паш пишет. В этот раз не заглючил, смотрите, на демплу. То есть не демплу, а... игру. Ну что, хост на третью карту ждем. Так, хост на третью карту ждем. Так, у меня больше не значит мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, через каждые два сета будет пауза 10 минут, ребят, сейчас я поэтому отойду потому что 10 минут это долго, погодите, немножечко Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я здесь, я перекушу сейчас и вернусь к вам ДимаTorzok Так, ребят, ушел только перед началом стрима, я сейчас перекушу, извиняюсь, я сейчас звонил, короче, у нас каждые два сета будет 10 минут пауза рекламная здесь на данном матче Ну, я хотел постримить первый старкрафт для вас, потому что когда-то начинать надо, скоро турнир свой будет уже там, ну, Рудбрейнкап будем стримить его, вот, поэтому надо хотя бы разобраться в Старкрафте, что здесь происходит в первом Так что ждем, пока хост будет, еще есть у нас 5 минут где-то Вот Сейчас казнь, почему батли отписали? А я пока быстренько кусну и вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну, все, ребят, я здесь, перекусил маленько Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок И уже все вроде здесь сидят... А, еще нет кого-то из стримеров, вроде как. А вот Адольфо не было, да. Все, все готовы, начинается. Матчпоинт. Карта, кстати, интересная такая карта. На корейских лигах она игралась изначально. У нас как-то меньше она использовала. Но я играл на ней, помню, как-то было дело. Риспы здесь час дня и семь часов. Диолт на семи, браток на части, синий браток белый диолт. Рус, подчеркивание, Браин поддержал ваш канал на пять тысяч рублей и сообщает от души. Опа, Кирилл, Кириллчик ворвался. Спасибо, Кириллчик. По поводу цветов, скажите, что за цвета такие хреновые. А в Старкрафте цвета всегда рандомно пацаны назначаются. Вот, когда игру ты хостишь, ты не выбираешь цвет никогда. И я помню, всегда, ну, когда играл, тренился, типа, желтый протас, вот, потому что он и так желтенький, но еще желтый, типа, сразу плюс мораль, все, короче, надо тащить. Ну, конечно, от этого ничего не зависело, но все равно было прикольно. Вот. Спасибо за поддержку. Тут и Чарлик прилетел. Говнющечек. Иди на окно. Покажись, игрок. На, игрок. Игрок. Котлеты унюхал Чарлик, короче, ребят. Которые я скушал, две с хлебцем. Пока гарнира не было, пришлось мне две котлеты выпить. Ребята, Ди Ултон не ставит гейт. Это очень подозрительно. А на самом деле, что тут подозрительного? Это Нексус Первый становится, очевидно. Здесь он играет. Братка стандартная депуха. Барак газ. Как стандартная? Частенько здесь из-за стройки играли вообще. А, счет не обновился. Ну, он просто и не обновится. Здесь я выставляю счет, ребята. Я счетом командов. Сейчас я разберусь, где нолик. Вот у нас так вот. Если что, счет сверху около никнеймов и... Вот. Около никнеймов и количество матчей, которые будут до пяти побед. Бо-9 у нас здесь будет проходить все. Общеизвестный факт коричневые зерги сильнее красных. Мне и фиолетовые зерги нравились. Тоже, кстати, они ничего получались. Зелененькие, прикольные. Тираны белые, вот, прикольные очень были, помню. Синие, кстати, тоже неплохие такие. Ну, кстати, и коричневые получается, да? То есть... С цехом коричневые имеют такую тему. Так их вообще бы совпадали бы. Протсу? Что Протсу? Протсу желтые для меня, говорю, крутые. Были всегда. Ну, что типа, желтые, красные, там такие они. Ничего, ну, хотя красные не так. Вот желтые, да. Или вот такой, как Диол цвета. Тоже ничего, кстати, для Протса. Подходит к его стандартному цвету. Браток приходит, ребят! Вот он видит, что нет... Кстати... Знаете, что убого еще сделано в плане вот при мастере диопсервера? Ладно, там все продакшены, вот эти данные, как бы, и возможность посмотреть, что здание строится, какой-то грейд делается. Но я думаю, ну, нужно писать какие-то комьюнити фидбэки, чтобы они, может, это делали все. Еще мне не нравится, что, например, вот проехала разведка от Братка, я Диолта убираю, а на карте нихрена не видно. А ведь в игре-то видно, что ты видел? Как бы, как и во втором Старкрафте, на самом деле. Почему это не перенести на Апсервера, я не знаю. Вижу, что пролаги иногда какие-то идут, не знаю, у меня это или у кого-то там еще. Братка, опа, посмотрите, Браток вспомнил свой 2007-2006, когда он еще и не был супертоповым тираном никаким, но уже неплохо катал. Вот, я помню, с ним и на Лонгенусе играл, и много тоже тренился, как бы, с Братком играл. Вот, и это что? Это две факторки, это три танка плюс вультура со скоростью, либо было еще, бил, пять танков плюс вультура со скоростью. Ну, пять танков это вообще экзотический такой пуш, но мощный вообще. К пяти уже можно было много достаточно драгонов успеть набилить, а вот к трем танкам, я не знаю, сколько тут Диолта получится набилить. Вообще, учитывая, что Диолт именно в первый Старкрафт тренился, как бы, да, в отличие от тех, кто со второго обратно на первый перешел отчасти, браток-то, он вообще как бы уникальный. И в первый, а в второй играет. Так, шесть-семь мариков пойдет плюс вультура смина, это с одной фактой, Люха, ты че, делается. Шесть мариков, танк, вультура, минка, грейт, как бы. Задача этого выхода поджать, если получается подойти к процу, ко второй, то это просто великолепно, поставить две минки хотя бы, и значит уже дарки, например, на муве не пройдут, плюс контроль полный. Ну, или дома у себя хотя бы поставить, как бы. А это три танка плюс марики. Вот сейчас они все пойдут вперед, и только потом в ультуры поедут. Ну, на этой карте минус чем? Что надо через центр долго обходить и заходить вот отсюда, через ХГ получается. И Диолт спалился. Диолт скорость отменил и стал делать мины. Нахера, Йома. Скорость делается, понимаете, сначала заказывается скорость этим пушем, и только, и только потом, только потом должны заказываться мины. Почему? Потому что скорость делается дольше, чем мины, блин. Чтоб тайминг был идеальный выхода, нужно... Диолт ждет. Диолт запа... Ой-ой-ой, сейчас такой прием для братка жесткий будет. Если браток сейчас развалится, то ты сейчас... Ну, кстати, если браток сич будет делать, ему не обязательно ломиться. А, он уже сич делал. Понятно, он в ущерб сичу сделал это все. Ну, сич это да, это сич, это интересный момент. Так, один танчик вперед, надо подойти. Браток хочет саглить Диолт, а он на халде стоит, как кабан просто упертый, и не идет никуда. Так, здесь встали ляду на обсерваторию. Я почему... Вот видел же, что две факторки этого... Почему гейтов не добавил, сейчас непонятно. Так, и вперед, погнали. Хочет танк спокусить? Ну, нет, там есть танк, если спокусить. Как кабан один, да. Был такой игрок кабан, тиран из Москвы. По-моему, он был и есть, наверное... Ну, в смысле, был как игрок, и есть как человек. Помню его это. Почему? А вот это что за срань господня? Я извиняюсь. Могу комментатор сказать этим старым. Почему двойным кликом не выделяют тюнику? Только через контрол, либо обводить. Это тоже обсерверский баг какой-то, по ходу, дела. Не знаю, почему так происходит. Браток для меня враг. И он для меня союзник. Браток заблочил вторую базу. Наглухо сам цеху ставит. Но это очень плохо для процесса. Но я, опять же, еще раз... Не понимаю, почему, видя вот этот куш... Видя вот этот куш... Чулт не добавил гейтов. Почему он с двумя гейтами стал спрятать? Какие там цитадели Адун, ё-моё. Нет, скорость делкам хорошо, но... Такие пуши... Вот, да, сразу надо было. Два гейта есть. Роба есть. Еще добавил три гейта или два хотя бы. Четыре делка в шаттл. Драгонами на мою. Просто идем там, отбиваемся. И не паримся вообще. Так, ну это ЛГГ, ребят. Не надо по три ультура своими же минами взрывать. Вот это АГГ не будет, если так делать. Так, ультура прям за минеральную линию проезжает. Курбок диок выводит, чтобы попытаться отбиться. Но тут уже ничего не отбить, ребят. Это 2-1 в пользу Павла Бродка. Бродок. Как на каком-то американском турнире были. Как же ультура рабов унижает. Как они бесили всегда, ребята. Протсов в первом Старкрафте. Кто Протсов играл, поймет меня, конечно. Но не только тем, что не рабов так убивает. Минами всем. Скоростью своей, стоимостью своей. Всем-всем-всем. ГГ, ребят. Покидай всего в матч. 2-1. Протсов в матч. Так Четвертая карта Все, прыгаем в игру Здарова всем еще раз Так, Кирилла надо добавить в поддержку Спасибо всем за поддержку, пацаны, большое До подписос на премиум И за по реквизитам Либо через клеер, не важно Поддержка Так, знаете, где браток, сейчас попозже разберемся Потому что сейчас я могу счет не туда поставить Просто-напросто Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, все, кроме Адольфа Здесь Адольф где-то там, наверное, рассказывает Про то, как Я не знаю Про что-нибудь там он рассказывает Про то, как боролся с режимом Может там Где-нибудь там на митингах Может еще какие-нибудь истории Или свою Это просто Наркоманию какую-нибудь Как Джим Рейнер, короче Так, что за карта? О-о-о-о А знаете, как эта карта называется, ребят? Это же ВЦГ карта А называется она Гая Я даже помню, что она именно так называется Она делилась напополам С тираном Вот здесь, смотрите Кажется, карта на самом деле очень большая У каждого по Шесть бас получается Нет, по семь бас даже получается У каждого, но Вот здесь вот центр Не очень широкий То есть можно Даже зергом ее можно было делить Как бы вот здесь вот Биться уже за минеральное Адольф предлагает Красный пинг Блин, ну Адольфа-то одна черточка красная была А у всех остальных много А в первом старике не ремастерили было как? Если пинг большой, у тебя много этих палок И они красные, как бы обычно Меньше, среднее количество желтые А одна зеленая, на самом деле Что, здесь наоборот делали по цветам, что ли? Ну что, Адиолта-гей Так, сейчас и счет проставлю Все, текст 3 нижний понял Теперь короче Текст 3 нижний Браток 2-1 Я на самом деле удивлен Я думал, где у братка должен разваливать А нет, Паша как Паша просто русский флэш какой-то Его второй старик покатал Правда, потом приуныл как-то Че-то лагает на самом деле Больше равно лучше Но может выйти вообще Че-то залагало в этой карте Жестко, по-моему Интересно, у игроков эти лаги есть или нет Пинг здесь, к сожалению, углубить нельзя Я не знаю, как его посмотреть вообще Субтитры сделал DimaTorzok Так, Диолт тут биндит местность, я вижу На этой карте, кстати Андроид в 2005-ом финале Играл против Фору Процса Как раз у Фору вот эта позиция была У Диолт, а у Андроида как у братка Но у Андроида не получился выход Там, к сожалению, он проиграл эту карту На сколько я помню Так, а Диолт стримит? Кто-нибудь шарит вообще? Че спрашивают на Team Liquid Пацаны, почему Диолт не стримит? Вроде должен был стримить Брат капшит отвечание А, не стримит? Такая любимая карта Воскрабого ДТЗ Сложно сказать Много неплохих карт было Мне нравилось там Я вот, честно говоря, сейчас подумаю Просто мужском Я так не скажу, какая прям А браток стримит? Браток же стримит Скиньте твич братка Скину пацанам на твич Чтоб ФП смотрели его тоже Кому не влом ЦЦха на хайграунде у братка Марики, танки Ну, это достаточно ранее ЦЦх Он убрал на хг А на твиче браток не стримит Есть робот первый Спасибо, я кулер Драгун Марик и шатэ Идет Диолу Драгуна Подборачил А твич идет сюда Прорекламил паштеты немножечко На твиче На твиче это 70 людей Там почти сотка На Тим Ликвиде Я единственный у кого Чей стрим вообще есть Это мой Так Очень интересно Опа А вот это еще интереснее Почему? Потому что это что? Ну, вы поняли Кто в первый Старик играл Это Роботик Бэй А в первом Старик Напомню Во втором Старик Ты робо строишь Там сразу можно строить Что? Призму И обсервера И иммортула Черт побери Аж целых три юнита И только добавив Робо Бэй Сначала был Один колодц Всего добавлялся В Лотвии В Ходцев Ой В Ходцев Воле А в Лотвии Еще дестабилизатор Появился Здесь же Роботик Бэя Нет И нет Еще второго здания Которое после робо Открывается В этой ветке Обсерватории Тут ты можешь Только шаттл Построить То есть Чтобы опса Построить Построй обсерваторию Вот это Робо Бэй Роботехнический узел А этот шаттл Соответственно Он же челнок Сейчас ривер попрет Гита А2 Надо два зелка Туда сажать Ну в принципе На самом деле От риверов От риверов Просто в первом старике Оббиваться Просто Две туретки поставил Три туретки По периметру поставил Все уже забей Да здесь бункер Танк Все вообще Ну вот реально Что здесь ривером делать Я не знаю Очень тяжело пролететь Вот здесь конечно есть Направление Вот здесь туретку Еще поставить Ее закрыть можно будет Либо вот здесь Облетать Здесь тоже туретки По аж А нет Депо построится Короче Очень тяжело Будет шатать Уже браток Готов Ривер Как раз Прям летит на туретки Сюда шаттл А если потерять Сейчас То ой ой Сейчас просто Пакторки Три еще добавляется Выход какой-нибудь Элементарный И все Просто Ловить нечего У него нет Ни ножек Зилка Ни арбитера Вообще Забудь Как бы Он максимум Может добавить Шаттл Еще и Зилков Не Посадить На танке Ну либо Заново Ривера Построить Но Ривер Это там Тоже Как с контроллеж Непонятно Танк Может Очень Из этих Залетает Диволк Везде Туретки Правильно Что не отдает Ривера Кстати Я уже Не раз Говорил Что так Лагает В первом Старкрафте Хрен поймешь Кто лагает Вроде Пинг Нормальный Там У меня Не знаю Дроток Вышел Трубку Принял То есть Я не раз Говорил Что мне В первом Старрике Гораздо Больше Нравится Как выстрел Туретки Выглядит Чем У второго Например У второго Какая-то хрень Какая-то палка Ракеток Это доисторически Здесь маленькие Ракетки Быстро летят Красивый дым Все прикольно Вот Диволк Нашел С какого направления Может залететь В генеральную линию Но у него Не зилот А драгун В шаттле По танку Залп По рабочим Только сплэшем Прилетел А драгун Падает В итоге Только ривер Остается Что он Можем сделать Здесь танк Защит На краю И все Ну и Проток Ой-ой-ой Ривер Ривер Уползет Но Минус Шаттл И все Харас окончен Харас окончен Браток Отбивается Сюда надо Все складывать Уводить Здесь что-то Рабочие стоят Браток Понервничал Отвел Факты пока две Но можно Спокойно Встретиться Цеху Выходить Либо Какой-то Выход Делать Есть Диол Правильно Все делает Так как Он Остает Он Третий Нексус Сразу Пилит Еще Одного Ривера Запилил А шаттл То Тебе Нет И Барак Всего Два Ну Братка Поздний Сканер Поэтому Он Не Можешь Просканить Посмотреть Что Просто Ни Хрена Нет Например Бункер Убивают Первым Старик Его Продать Нельзя Плюс Две Факты Но Если Выход Делать Надо Не Две А Еще Две Две Плюс Две Шесть Надо Строить Как бы Уже Выход Пытаться Сделать И Причем Здесь Самое Главное Что Танков Уже Здесь Есть Количество Для выхода Достаточно Вполне Семь Штук Их Есть Еще Пять Даже Восемь Четыре Еще Добавил Две Пачки И попер Вперед А Браток Добавляет Вультуру Он Даже Четырех Факторов Сейчас Выход Будет Делать Ну А почему Нет Скан Пошел Вот Он Сканит Видит Честь Два Барака Как И Видит Третий Нет Или Это Не Выход Я вообще Не понимаю Что Выход А Цеха Третий Есть А Минерлонли Браток Хочет Занять Не Вот Эту Базу Газовую А Минерлонли Видимо С Цехой Я не заметил Что Цеха Есть Да Все Хорошее Количество Пробок У Дивол Переведено Сюда А стенку Закрывать Здесь тоже Стенка Нужна Здесь А смысл Здесь Сделать Стенку Здесь Надо По-другому Делать Стенки На самом деле Как Мне Кажется Здесь Дел Просто А Здесь Что Здесь Пару Юнитами Надо Сдержать В любом Случке Как Шаттлы Со Скоростью Смотрите Как Интересный Рассказ Шаттл Со Скоростью Это Очень Интересно То есть Это Харас Либо Врыв На Май Кстати Две Два Ривера Плюс Зилки Видимо Сейчас Врыв Будет На Мэйн Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаааааа ребята здесь очень больно братской Очень больно. Какой взрыв! Все рабочие на мэйне почти падают, ребят. Культура возвращается. Но культура мне еще попробует риверов убить. Для риверов культура это просто, я не знаю, реально мясо. Один патрон минус культура. Но под танки не надо риверов дропать. Дропает под танки. Блин, если у него лагается так, как у меня, я ему завидую. Контроль просто нереально в таком. Раскладин. Можно улететь вниз сейчас, попробовать. Танчик складывает. Но ривер дамаженный тоже очень сильно. Ну летает Диолт. Ну а этому тяжело вывести шаттл отсюда. Ну вот можно через центр цецехи между вот ранжей туреток здесь раньше, здесь прям. А, здесь что находит? Ём, Диолт что находит? Что подрезать-то? А это именно... Танк зарядил, еще и по рабочим прилетело. Здесь минки на ХГ есть. Какие лаги дикие. Ой, весь патрон пошел. Как он через перепрыгнул-то через минералы, я вообще не понял, если честно. Ужасные лаги вообще. Ужасные лаги, где уолта больше по лимиту, вообще очень, намного, кстати, больше. И бараков, я думаю, добавляет много. Шаттлы строят по коллекции фактически, и будет еще ОТРФ. Вот, одна ультура шальная заехала, начинается лагодичь. Как бы у меня опять кто-нибудь не зависла нахуй, как реплей. В первой игре случился казус вообще жесткий, который устремил. А как раньше реплеи зависали, где просто ничего не происходило, точка спура прямо на зданиях стояла. Ну, еще у Адольфа там было, короче, пинг жесткий. Я не знаю, говорят, что у Адольфа. Я вообще не шарю у кого. Не, ну это просто нереально. Сейчас только что было. Рабочий браток восстанавливает. В целом, в первом Старкрафте, как бы, если, ну, потерял, конечно, не всех рабочих, можно восстановиться. То есть, армия есть, просто отстраиваются. Да и, конечно, тоже во втором откидывает назад. Но здесь именно тяжелее закрепить. Во втором что-то экономику убил, построил 200, нажал F-ку, забиндил. Все, в один контрол пошел в атаку. Здесь такого нет. Здесь, чтобы реализовать преимущество, тоже попотеть придется. Недостаточно. То есть, ты можешь сколь угодно контролить круто ривера, там, прилететь, убить всех рабочих с мейна. Допустим, второй не убить, у тебя две базы будет. Оппонент восстановит здесь рабочий, третью займет. Если ты макро не силен, то тебе тяжело все равно будет. Так, надо в скайпе написать. Мне кажется. Так, что-то какие-то голые зелки на мейн прилетели. Да ладно, ну они, ребят, свои просто очень голые. Кстати, для риверов имбовые, ну не то, что имбовые, есть прикольная точка. Например, вот ты двумя риверами дропаешься и фокусишь вот эту депоху. Или вот эту, нет, вот эту. Отсюда. Патроны летят таким образом, что попадают вот между вот этими депохами вот в эту сторону, в этот угол депошечка, в этот вот, короче. И взрываются четыре одновременно депохи. То есть, много таких фишек в первом Старкрафте есть. Можно сапплай блоки делать. Здесь Диол стоит, кстати говоря, он в лоб собрался наломиться, что ли. У него недостаточно зилутов для налома, то есть драгонов эти танки просто в этот зубную пасту превратят. А я называл это зубной пастой. Продолжается харасса Диолка. Браток везде пытается затерпеть уйминкой. Танки задемеджил. Залф два танка минус. Хорош Диол. Блин, контролист, молодец. И в это время на центре налом Диолки заходит. Нет, тут разнёс Диолок. Братка просто разнёс. Продолжается ксм-ки вынести. Но здесь танки без минок остаются, без вульпуров. Не, кстати, отобьётся. Но рабочих очень много потеряно. Да, всё равно лаги жёсткие. Прилетает здесь. Шаттл, Диолков, дропы. Здесь Диолок. Вообще лаги жесточайшие. Кстати, ПГ-24К вышел и всё, перестал лагать. Так, сможет, Адольфов не при чём, я не знаю. Браток чудом тут кем-то отковырялся. Будет даже им-то интересно или нет, не знаю. Адольфов не при чём . Так, с тридцать один минус сто один, ну сейчас посмотрим, будет лагать или нет после выхода товарища этого. 16 минут игра уже идёт, вот эту базу ставить на этой карте просто, это такая вообще против тирана чушь. Да, вот шаттл сюда, два шаттла просто, прилетаешь, четыре мультуры здесь заминировал, здесь два танка разложил, минус база сразу, например, была. Или хотя бы, не, ну та две ультуры танк, юно. Братов прилетает, начинает шатать. Просто рабочих убивает. Поближе немножечко подвести. Вижена хватает? Да, хватает. Да, фотонок у деволта есть. Оперативный отряд в виде ривера. Ну-ка, а шаттл со скоростью есть, та проще гораздо, та может занимать. Надо вот лучше респ занять первым, на самом деле, на этой карте. Во-первых, в первом старкрате еще часто на мейне девять минералов, как вот здесь, например, на этой карте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да. Вот. Так, браток здесь, в принципе, не добил диол братка. И браток ожил так, что лимиты почти ровные стали, вообще-то. Так, здесь просто выходит. Видите, форжа. Форжа вообще одна. А, во, карреры. Три батона уже. Один старгейт даже не работает у деволта. Понятно, он свитчится в карреров, и вот в чем дело. Вот они, карреры. Тут дропчик на мейне заходит. Надо отбивать всю эту нахуй хрень. 2-1 грейд, кстати, на землю у братка, а у карреров. Что, плюс один. Атака одна есть. Просто интерсептора дико не хватает. Сейчас еще эта игра может затянуться настолько вообще. Чьи-то учить карреры по земле, что-то удивило-то вообще ничего. Браток начинает просто в ультурами какие-то рейды дикие вообще. Работчик начинает выпиливать. Браток против карреров умел всегда играть. Задача тирана сейчас какая? Отогнать, чтобы экономику не потерять карреры. Здесь одна туретка, всего этого явно мало. А, поздний свитч галиков, очень поздний. Тут, понимаете, проблема в чем? Если бы я только пораньше заметил, здесь туреток штук десять запилить, плюс несколько галов пришло и уже будет проще. А так сейчас карреры выпиливают танчики все, пока Голиафы придут. К рейды-то у братка лучше, то есть он мог бы хорошо драться. Кстати, выпилил Нексус, смотрите, на хайграунде здесь. Дропом трех танков просто занят. Но Дивулту вместо того, чтобы рабочих бить, ему бы танк поубивать. Он просто поддержкой земли бы мог вообще все поубить бы сейчас. Так, здесь будут пытаться потом убрить. Нет, потом здесь ловить им нечем. С каррерами Дивулту. Пять карреров он начинает все намить, на центре выпиливать. Плюс один амбред есть. Туретки. Для туретки нафиг нам танки убивать. Видишь, земля-то обойдет страшно. Ну, делки так себе. С каррерами Драгоны вместе с Долками долги быть. Долки на минке бегут. Это от карреров вообще не зависит. Прикрыть делков одного каррера, браток, выпилил Голиафами. Тремя, ё-моё, всего одного выпилил. То есть, прикиньте, какая сила выпилил у Голиафа по воздуху. Они, конечно, РП мало имеют, но галку делают просто доски. Не хватает наземных войсков Диолков. Браток еле-еле выдерживает здесь атаку. Но здесь погибает, в общем-то, у нас СЦ. А карреров больше, между прочим, Диолков не строит. А лимит-то равный. И здесь танчики плюс Галити. Смотрите-ка. Здесь же минус рез будет. И сейчас у Прота просто ресурсов не останется. Вот в чём печаль всё заключается. Чё, браток? Уже что? Зачем он здесь рассиживался? Не знаю, зачем браток здесь рассиживался. Но это очень далеко вообще от Некуса. Он встаёт только до гейта. А надо-то базу убивать там. Добычу. Так. Убил потом. Складывает. Будет складывать танк один или нет? Да нет. Драгуны идут просто на... Жесть. На муви сливается. Танк, кстати, промазал. Сейчас только Слэшем под Рагуну попал. Всё. Гляху на Халде встали. За рабочую. Ультурку браток подводит. Диолт вместо того, чтобы каррерам в постоянном огневом контакте держаться к тирану. То есть пытаться размениваться. Куда-то улетел нафиг. И в итоге браток Галиков отстроил столько, что четырёх карреров просто сейчас разобьют нафиг. Вот этим мне эта карта всегда и не нравилась. Просто один какой-то смешной дроп и две базы уничтожили. Ну тут Кэшпрот сам виноват. Галики идут с разных сторон. Десять ещё. Ааа. Только что вот тут такими пачками стоят. Почему гляпы так мало стоят? Не понимаю. И где ультуры все? Почему они только кляпов не прикрывают? Не понимаю. Вот. Ультуры поехали. И штормовики сзади выпиливаются нафиг все вообще. Ультуры. 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 Вот только сейчас с тормами с гляпов прошло. Браток не может ни как каррера. Как же браток разваливается здесь. Просто жесть вообще. Ну видно же тяжело контролить. После второго старика такие эпизоды расконтроливать. Извините меня. Это очень тяжко, на самом деле. Рецепт адвуанс начала. Все еще меньше бородка. Чедо лимит, чем бородка. Но тут гляпов вообще не осталось, по-моему. Неужели четырьмя каррерами просто убьет, кинайф? Похоже, что да. При этом все, он сейчас бы продолжал бы строить. Было бы их 6, там, я не знаю. Или 7, так вообще бы развалил бы наоборот. Ну, просто проблема сейчас в том, что у него добыча, вот только сейчас минерлон. Он и базы-то может занять, только вот эту. Все. Либо резп здесь, браток не видит. Здесь он минки стоят, сюда и не прийти. Здесь он, браток, офигел уже этими двумя танками плюс гляпом уже заходят, вон, на эту базу. Тут, правда, и ресурсов-то нет у тебя. Так, турец к телу надо. К телу бьет турец, смотрите, это ошибка со стороны просто контроля явно. СССР подрезают. Он, кстати, скоку. Две, две атаки вот интерцептора можно выбрать. Первым старик, я вам говорил, что во втором нельзя такого сделать. Оп, перехвачил. Видите? У братка СЦХа еще одна осталась. Сли он сейчас, в принципе, здесь отбиваться будет. У него все шансы есть на победу еще. Грэйды 3-1, в принципе, на галик. Еще так гляфов мало, блин. СЦХа из мейна можно сюда перелететь, когда у второго авторжавки делается. Братку сейчас надо просто выход элементарный делать. Танки ульту... Тут танки-галики только. Мультур тоже немножечко не помешала бы на самом деле здесь братку, но их мало. Зато гляфов дофига. Здесь можно слиться на шторме, понимаете? Здесь желательно кинуть ЕМПХу сюда, и без ЕМПХи никак. А, здесь нет на ЕМПХу. ЕМПХ-сотка. ЕМПХ-сотка энергии стоит. Так-то. Так, идет браток вперед. Танчик прям близко уже подходит. Спор какой! Сплитанул Голиафа, молодец. Танки выпиливают этих Драгунов. Один, зубная опаска только, вы помните, остается одна. Кстати, тут в этом старгите тоже что-то стоило. Пять, скажем, да? Шесть даже, ничего сильного. Шесть это уже... Смотрите, вот. Казалось бы, пришло Голиафов почти две пачки. Где они все чертовы, эти Голиафы? Я не понимаю. Пару штормов кинул там в Кротос. Карреры пару залповых сделали. Все, Голиафов нет. А Голиафов вообще недостаточно здесь, чтобы драться с интерцепторами. В данный момент. Нужно на самом деле, братку, пытаться покусить карреров, как-то, как зафокус. Если там контролирует все, Бротос пытается сваливать. Минус виск. Ступай, друг. Сколько прирост есть. Вультура стоят. Смотрите, сколько вультов забыты, Ёма, в первой атаке были бы, а не вообще все хорошо было. Голиафы, я не знаю, есть ли точка сбора здесь в центре или нет, но я лично не вижу. Лимиты вообще практически равны. А очередной афтер разбивается. Надо все, что есть сюда везти, но F2 нету клавицы. В первом Старкрафте, напомню, я вам. Сейчас, братку, будешь открутить, я сомневаюсь. А, здесь уже нексус готов. Ну, раз нексус готов, значит, добыча там сейчас начнется. Здесь база падает. А куда карреры-то, блин? А что Дивол делает вообще? Не понимаю, нахрен он-то. Здесь Голиафов столь... Ну, как карреров количество. А он куда-то полетел. Конечно, тут одни вот этого. Вообще, с залпа сразу же он не уснется. Ну, его попробую выцепить еще в стейк. Здесь же нет такого, что УЗП показывает. Здесь надо прокликать их вручную карту и посмотреть, кого фокусить сначала. Чтоб потом фокусить. Пошел Диволт Мэйн шатать. Здесь Мэйн шатать. Здесь есть Галликов количество определенно. Знаете, интерсепторы дают вижен, как бы. Вот сейчас его залетел, и интерсепторами посветил Голиафов браток. Не доконтроливает браток. Вот так и надо было кайтить дальше, на самом деле. Так, Голиафа приходит на дальнюю. Диволт падает. Штармы пошли. Без вультур, без танков никак. Здесь просто пачкают. Восемь ультур стоит. Вообще ничего не делают, нахрен. Можно дробь какой-нибудь туда сделать. По земле уже у Диволта скопилось унитов некоторое количество. Они, правда, грейды провальные имеют. 1-1 против трех тирановских атак. Со второй ЦЦехой тоже давным-давно уже может сюда лететь на минералон. Браток не рискует, не летит. Юнитов у него много, по крайней мере. Здесь ХСМ-ка стоит. Будет атака от братка Ленина. Да, пошла атака. Кайреры сверху залетают. Нужно ли идти отбиваться? Браток решил, что нужно. Ничего, что здесь отбивать? Все, здесь сразу фокус изменяется. Цеху все правильно делает, браток. Кайреры пролетают мимо здесь. Здесь сейчас браток среагировал. Насколько важно в первом Старкрафте? Вообще в Старкрафте среагировать первым. Сейчас бы братю не среагировал, бы он сразу Кайрера забрал. Там демиджи наближе летел. Да я не знаю, да скорее сколько времени-то у нас уже? Ё-мо-мо-мо, 8 часов почти. Еще третья игра только у нас. Так, гляфочку убили, браток. Бывает. Подходят еще галики. Вультурбы сюда, они бы как раз бы затанчили штормы. Все это тело, нафиг. И вон хорошие штормы кидает. Браток сплитит здесь. Танки все пространы. Ё-моё. Сверху Кайреры здесь силоты бегут с дарагунами. Можно, кстати, отдалять здесь немножко. Лучше видно было. Сдевается аркун. Браток тут с тормами. О, все, лимита меньше. Это 2-2, ребят. Да нет, я думаю, часам 9 должно все кончиться. Хотя, если все такие игры, как эта, будут, то, конечно, не кончатся. Но я уверен почему-то, что не будут все прям вот такие. Здесь браток, все. Здесь браток слился. Здесь восстановлена добыча. ГГ, Паша пишет. Слевает. Хорошая игра. Кстати, еще 10-минутные перерывы. 10-минутная пауза сейчас будет, пацаны. Доброе утро. Доброе утро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, будем ждать паузу. Счет 2-2. Так, счет можно поменять уже. Так, счет можно поменять уже. Так, счет можно поменять уже. Да, конечно, вот запись будет. Вот. Так, счет можно поменять уже. Так, счет можно поменять уже. Так, рекламу пильну, ребят. Вы помните про поддержку, естественно. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал. По реквизиту в описании через плеер. Вот, и будем ждать продолжения. Вот, реквизиты в описании из всех каналах, отвечаю, там, гудгеймы и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, если что, латинси, да, игроки проставят, ребят. Ну, четыре игры сыграно, еще максимум пять может быть сыграно, соответственно. Матч в шесть начинался, то есть это два часа заняло четыре игры сыграть. Вы что, прикалываете, что ли? Матч в шесть начинался. Матч в шесть начинался. Матч в шесть начинался. Так, хвост готов, говорят, да? Продолжение следует... 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 Ну вот эта хрень давала пинг, то есть увеличивалась задержка, но зато лагов Чё за карта, ребят? Первый раз вижу, чё это такое вообще? Всё равно лагает, кажется Субтитры делал DimaTorzok Так, ну всё, ребят, извиняюсь, тут отвлекли меня немножечко там, обсуждая деловый момент Всё, давайте по игре, браток против Диолта, ребят Счёт у меня правильный поставлен, да, счёт правильный, 2-2 у нас Счёт сейчас до 5 побед, всё лагает, ё-моё Неужели у игроков не лагает? Блин, ну вот первый StarCraft, он лагучий достаточно Почему сейчас это происходит? Какой интернет такой, ну, нормальный, я не знаю В втором StarCraft у меня вообще так бы лагов нет Но там принцип другой, как бы именно движка батлнетовского То есть там, если у одного человека лагает, не обязательно, что у другого лагает В первом же StarCraft, если один кто-то лагает, то всё, там сразу у всех будет лагать Портрос? А, понял, нет, такой картой я реально, я, нет, я все вот предыдущие, все, что кореец, смотрю сейчас Даже новые карты, я вот на АСЛах всяких, я видел их, потому что сейчас StarCraft смотрел Вот, но вот этой карты, я и не играл на ней, и вообще её не видел никогда Чудо-юдо, вот эта, вот эта карта чудо-юдная Так, трубочка приходит, видит, где волк, где браток живёт Опять же, приехал, разведывал здание, вы мне видели, нифига Билд спалил, факторка, плюс моряки, плюс тут танк вообще Вчера патч выкатили, а что значит минорный патч? Близзарды, как обычного, ничего не с намудря, блин Почему-то нам туман войны, как в СК-2 А в какой игре туман войны вообще по-другому Туман войны, по-моему, даже в Age of Empires какому-нибудь там, это такой же, это примерно А это игры родственные от StarCraft 1 и 2 такта, ребят Браток опять через две факторки играет, обратите внимание Вот, то есть это будет какой-то прессинг, судя по всему Понимая для Диол, что ждать ему, я не знаю Здесь пробка уехала, кстати, здесь проходить можно через минералы, через вот эти тоже ворота оказывается Опа-на, ничего себе Ниндзак Макряк Естественно, минеральные зоны не видны, но если ты разведал, то они будут видны, но они будут скрыты туманом войны А если они скрыты туманом войны, ты не можешь на них кликнуть и через минералок с мейна проехать куда-то сюда Потому что был такой трик, например, если ты хочешь узнать, что там происходит, например А рампа чем-то блочится, к примеру, да? Ты первый рабочим, как бы, даже, ну погибает он или нет, ты подсвечиваешь минеральную линию, как бы Ну, жертвуешь частью экономики, берешь еще рабочего, кликаешь сюда Дальше, если тот погиб, пока вижен был, ты кликнул, получается Пока вижен был, ты кликнул, получается Он у тебя проедет, как бы, через все юниты, которые блокировать его будут Так, у Диволта три драгунца Здесь в ультурке ныкаться, что уж у братка? А-а-а-а У братка, кстати, пуши интересные То есть у него минки плюс сич в перспективе, я так понимаю Двух факторок, блин, ну если две факторки, ну это фейковая тема Типа у меня одна факторка, а на самом деле две Диволт бису решил рубить, как бы Ну это в стиле, да, нет, такой был пуш Сейчас один танк будет ныкаться, как бы, здесь еще какие-то грейды будут делаться Не знаю, скорость будет в ультурам, или физич, я не знаю, что именно там, как бы, но Браток, браток, что ты творишь, а? Вывел танк, чуть не просрал, на хрена вот эти размены нужны В минус себе вообще Сейчас третий танк выйдет и поедет, браток, вперед Здесь переводятся пробки низы, нычка готова, и здесь еще нычка пошла Диволт не знает, что браток с одной базой играет вообще сейчас И при таких выходах обязательно надо штук пять рабочих брать с собой Почему? Потому что это вычинка, это танковка рабочими, как бы, это, ну, вообще все ништяк Да, когда опять рабочих берешь, вообще все ништяк становится Три танка есть, в ультуры сзади, минки есть, скорости нету в ультур, пока что Вот два рабочих стоят, возьми ты их вперед, хоть два, е-мое, блин И то они помогут вообще Да, берет браток Услышал мои призывы Идет вперед Ну, если Диволт сейчас Так, Сич не показывается Здесь есть грейд, нет грейда у танка Есть Диволт сейчас, соответственно, вот так вот будет стоять Я думаю, ему прям крайне сложно будет Особенно если Сич есть, все, сейчас Браток здесь засиджится и развалит нахрен Ну, все Если Сич нет, то это немножко другой Да, расклад Культура прям в Драгунов езжают Локировать надо отступление Где минки-то, е-мое Вообще минок Так себе, минка кон... Культура контроль с минками от братка Заходят дальше танчики Ведут вперед рабочие, есть опс Рабочим есть шанс отбиться, на самом деле Ну, браток грамотно нахалдились Позицию занял, увидел вультуру, которая с тыла где-то там бегала Это Сич явно делает А, да, скорость уже есть Вультура, я, кстати, был неправ... Это, значит, стопроцентный Сич там делается Это не может ничего иного быть Кроме как Сич пробки идут вперед Браток отходит назад, соответственно, от них Контролят неплохо, нет, лагов меньше, что-то стало В этой катке Ну, несмотря на ни единичку Здесь уже ни хрена тиран Другую пробку не сделать будет, я думаю Под криты камины ставятся, ребята Я извиняюсь, это печаль вообще полная Хотя с другой стороны что-то вороток втыкают Танк забыл, что-то дома вообще тут Пытается, пытается его догнать, братка Поезд делает очень, он так своевременно вышел Но танчики разваливают слишком жестко Вот готов шаттл, но что он способен сделать уже? Он способен прилететь к бункеру и... Нет, не живет, пока не отдался, конечно Ну, почти отдался Танк еще один подъезжает Здесь в Ультуру уже к рабочим приехали Другунов там, браток, шатает Смотрю Здесь обсказки есть, да? Айдрагон пришел, отдался Барак один упал Еще один упадет Здесь танк прикрыт, на самом деле Азилкабж Здесь бункер И второй без Сиджа То есть он сплэшем прямо что нести не может 2646, ребят Просто с одной базы пришел в браток Убил шаттл Вообще улетел в братку туда, но он пустой Там ривер, другое дело, да? Экономику выбил, а за счет нички это и выжил бы, может быть Ну вот, пожалуйста, пример быстрой игры в первом Старкрафте На самом деле в Старкрафте в первом Игры, игры в среднем примерно как в Лотве Примерно как в Лотве и даже быстрее То есть там средняя игра минут 15 максимум Ну, то есть даже меньше 15, я думаю, минут До свидания До свидания Сразу прыгну вниз. Продолжение следует. 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 защищена стандартные это что значит это значит что просто блин я враток и занял цеху там его выбегает парильный факт и ничего уже не сделать до бункера пока не достает там бункер ведь драгунам рейншем очень увеличивается поэтому какой темный драгунам, маленький рейншем смотрите, он заставит бункера у бункера нужно больше рабочего водить здесь маленький фурк ватбой а если пострелять по юнитам против драгуна на холде отступить они стрелять перестанут и заново на холд не ставят с одной стороны это как бак первого старка, с другой это прикольная тема ну аудиол то одна база, помните его когда-то здесь совершенно другая экономика до лимита аудиол то больше сейчас танк выйдет, прогонит драгунов они и все, уже ничего не смогут дальше сделать даже пункера не дожал танк убил новейшего зелененького драгунца и еще один красный с испугу наверх забежал в самом деле не с испугу, просто кликнул назад диволт, а физика первых старков такова, что юнита там тупит туда-сюда бегают, мешая друг другу вот в итоге так и получил но здесь реванчески съесть и он полетит сразу же вперед рива-рива-рива плюс драгуны бункера 2, вот был бы один бункер реально сейчас можно было прийти просто и убить его а так как бункера 2, хрен там кое придешь надо драгуна брать и если б знал диволт сюда бы драгуна ривера бы дропнул ривером сначала по марикам залп драгун порой силов танк в это время сделал и потом со второго убил бы просто танк и куда драгун побежал? как вообще можно было, блин, спалить это все? какой вообще дичь, диволт, ты че делаешь? он хотел скрытно сюда наводить юнитов просто и в итоге своим драгуном спалил все вообще и реально это было бы напряжно отбить и сюда все перевез вообще но рука крива, как говорится в первом старкрафте это основной момент вот, извините, юниты чтоб так не бегали надо контролить нормально ривер эту карась продолжает браток рабочую до сюда водит ой как сейчас залп какой пройдет жесткий на второй базе у братка точно была, блин а здесь-то с другого направления диволт заходит, смотрите драгун и ривера разгружает кажется, братка-то убил вообще прикол, вот на базовом кушке взял и убил на второй все погибло здесь танк тоже падает всего один остается сейчас под него ривер дропнется просто и все, гг, ребят 3-3 хорош диволгу, это было хорошее агрессивно агрессивно ну что без паузы сейчас дальше да не, это первый старкрафт здесь тяжеловато так сразу закончить все да, сразу решили продолжать ну правильно тянуть нечего я считаю от меня игра повисла? это как? повисло? у кого повисло? и почему от меня? да вот да 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 вот вот да Так, пошел отсчет, ребят, все-все готовы. Эта карта точно не последняя, счет у нас 3-3. То есть у нас еще минимум, максимум 3 может быть карты, минимум 2 полу... Опа, что-то я тут приближал на отдалял. Извиняюсь, а вот эта уже... А вот эта что за карта, кстати? А, понял, на корейском... на корейской... корейская из недавних карта. Но я забыл, как она называется, ну да ладно. Немногое надо в первом страже сейчас вспоминать, узнавать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ожидание игроков, такое бывает, такое бывает на самом деле. Такое раньше было в первом Старкрафте, значит баги старые сохранили еще. О, пришел Лио в газ, брат, купилил. Кстати, ребят, кто вообще шарит? Какой призовой в этом турнире, например? Так, счет, да, надо поправить. Я вот не шарю, какой призовой в этом турнире. Это не Мазка, один графон улучшили. Это Старкрафт Ремастер. Как бы, вышел просто. Килограмм до ширака. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, делал бы сам пока без газа Стартует. Кстати, возможно, он через Зилканексус будет ставить сейчас. По-моему, так оно и есть. Браток тремя КСМками плюс Мариком выпиливает газ. Прикольно, поля мигают. Можно КСМки вот так вот брать и через А-клик много кликать. И тогда они вроде как чуть побыстрее раньше пилили. Все, газ пошел. Барак, у Вратка два Барака. Ничего себе, у Барака, хотелось бы сказать. У Барака два Братка нет. У Вратка два Братка. У Барака бардака обмана тоже может два Братка есть, не знаю. Кто Адольф подставил, как не понял. Опа. Идиол, понимаешь, там два Барака, вот что делает. Он просто одну фотоночку делает. Бараки полетели вообще. Перелетели. Я думаю, все, браток полетел. Нет. Просто перелетел немножко бараками. Здесь пробка уходит. С газом украденным, между прочим. Так. Цецеха, Факторка. Стандартно. Восемь марика вперед и руха. Они ничего здесь делать не смогут. Здесь два зелка и фотонка есть. Кибернетка делает. Еще один пилон. Эта игра такой быстрой не должна быть, как с предыдущей. По идее. Всякое может быть, на самом деле. Пока вот в самом начале никто его убить не сможет вообще. Это точно. Еще одну фотонку девову ставят. Кстати, если зайти с ХГ, да. Что браток и делает. О, так тут прям на мейн можно прийти, на самом деле. Ну, здесь три зелка, которые с рабочими восемь этих мариков распальдушат нафиг. Ну, можно убить эту фотонку, например, с ХГ и заблокировать добычу стиль. А, здесь же эти. Ёма, здесь генератор есть. Ну, его, кстати, не один раз надо убивать, чтобы пройти дальше. Не видят его, как браток убивает. Да, здесь до хрена раз их надо убить. Поэтому пока браток здесь убьет, здесь у протца уже чуть ли не арбитера полетят. О, цитадель Адум, какая ранняя. Почему такая ранняя цитадель Адум? Архивы кемпларов. Даркшрайн робот будет строить, похоже, Эдиволк. То есть на муле пойдет оттуда, прям сюда. Интересно, интересно. Так, Эдиволк уходит отсюда. И второй добавляется. Даркшрайн робот. А, дробь дарков. Ну, тут вороток зайдет, скорее всего, все спалит. И тогда будет все ок у него. Если же не спалит, то есть... Я не помню, сколько раз. Сколько кто-то помнит. Надо вот хоть и стать. Не только такие были. Были пирамиды там какие-то. Я помню, на Медузе, не у Медузы Карта была. Были подобные разрушаемые строения. Много где, на самом деле. Здесь Эдиволк что-то встал. И что он здесь стал? Я ХЗ. Ну и все, да, арки уже строятся. Только надо шаттл заказать. Ну, там первый готов. Уже на муе пойдет. Да, похоже, что на муе пойдет. Да, то, кстати, прорвется на мейн. Ну, еще пока не прорвался. Браток пришел, наверное, сюда, подумал. Блин, лучше бы вообще, короче, просто. Пришел бы, разведал к шопу. Пока он это пробьет все дело. Реально, моряки эти стали убогими технологиями уже, пока браток влет пробьется. Ну, сейчас зато Дарк на муе прям на мейн зайдет. И еще один пошел. А здесь что? А, обсерватория, шаттл. Не знаю, будет или нет. Браток должен был помнить, что эту хрень без сплэша. То есть прикол в чем вот эта фиговая на разных картах. Все, так и не доправил. Моряки в это уходит. Прикол в том, что если ты... Ой, минка бабах! Рабочих взорвало нафиг всех. Так, здесь Диолт режет минку. Сплэшом получает. На мейн не пройти, но на второй базе проблемы просто жесткие. Вот, здесь танчики уехали немножечко назад. Здесь отдался Дарк. Но сейчас два прям на мейн полетят. Браток, вспомнился. Блин, надо добить. Прикол в чем я так и не сказал. Юниты сплэшевые с хорошим дэмэджем. Танки, риверы, они убивают все... То есть суть вот этого строения в том, что в него 10 примерно там или 15 вложено в таких же строениях с таким же хп. А обычными юнитами, то есть на 10 раз или 15, не буду врать, не знаю сколько там, не помню, раз убиваются. А сплэшевые убивают за раз. Прилетают Дарки, ребят. Сейчас можно просто минки... Ну надо минки, надо против минок, надо Дарков засаживать. Куда ты идешь-то, ё-моё? Днище контроль это называется, ребята. Дарки на мулю все сливаются. Браток идет вперед. Сейчас сканы пойдут. Сканы пойдут. Нет, пока не идут. Прошел скан. Браток спиливает Дарка. Танк минус. Один Сич есть или нет, я не знаю. Четыре, три фотонки, кстати. Они есть. Все нормально. Так, этого Дарка забрал Дивол. Да, еще одного Дарка забрал. Будет разводить. Браток ни туреток, ни минок не поставил. Это косяк. Браток здесь ничего не поставил. Здесь марики, которые так и не пробили. Столько патронов потратили и времени. И так и не пробил, браток. Это виновину сверху. Вот. Здесь Дарки режут братка. Он тут в панике отходит. Нужно сканить, либо на минки выманивать. Что делать, даже лучше, я не знаю. Марики ультуры идут вперед. А вот сейчас Дарка 2-10 готова. На минках они сейчас могут слиться, а могут на самом деле братку слить здесь просто. Почти все марики взорваны. Одного Дарка браток здесь еле-еле с горем пополам отбил, по-моему, он погиб. Но здесь юнита 2 осталось. Ультурка и танк. Все. Больше нихрена нет. Мускан может быть есть. Нужно, то есть, подводить как можно быстрее туда весь прирост, что имеется, братку. Весь прирост это... Подход по 4 штук, между прочим. Мне кажется, их нельзя пройти. Знаешь, как говорят? Некоторые. Кажется, креститься надо. Поэтому источник, не знаешь, лучше там нету. И, кстати, у Деволта есть третий Нексус, ребята. Это Гаганчик, братку. Я про третий Нексус вообще на карту не смотрю. То есть, пробить не получилось. Здесь, о-о-о-о, здесь 6 бараков уже. Правда, точка сбора из этого таким образом стоит, что если Драгуна строит, Зилл это-то пройдет здесь между бараками, а Драгун здесь тупит. Он не может через Минераллинии никак пройти вообще. Два Драгуна. Нужно брать весь прирост. Кстати, спалил сейчас то, что Нексус в тылу, там у Деволта есть. Он сам спалил. Это плохо. Сейчас надо залетать, дропаться на танки и идти выбивать Драгунами снизу одновременно. А что еще делать? Марик один силот. Браток думал, что это Дарки, но это не Дарки. Танчик один древолт. Дивы, правда, отдались. И, кстати говоря, не получится. Любить ни хрена. Надо Драгунов па. О, Зилл отдашел. Блядь, откуда он взялся-то? Вроде не было вверх, а? А тут бодается, бодается. И, кстати, лимит еще есть какой-никакой. Здесь наверх полетит еще базу, там чем-нибудь заблокирует, убьет. Вообще будет нехорошо. Здесь надо побольше. Часть, видите, часть прироста дома стоит, и Диоб просто не видит. Часть вот здесь вот. Нужно точку сбора. То есть надо концентрировать войска ближе сюда, чтобы одновременно ломиться. Вот это все надо забрать. А как отсюда забрать, если контроля нет? А вот забрал все, сконтролил. Точку сбора надо. Можно через карту, так, чик-чик-чик, точку сбора поменять просто. Так, шаттл куда-то улетел. Я не понимаю политики Диоб сейчас. Прироз же хороший. Если заблокируют здесь, то про этот нет. Можно забыть, и его лечишься. Кстати, здесь Дарков можно здесь напилить. Можно обойти в тыл даже сейчас. Не ломиться через эти мостки, блин. Просто в тыл обойти, и напасть на Братка. Браток там из тыла начинает. Конечно, даже можно с двух сторон в конце-то концов. Кстати, Браток уходит, снимает он все. Сейчас и уходит. Он поехал сюда. А, он увидел, что Диволтов войти пытается. Он пытается другому, например, заходить. Здесь другу на и заходят. Мины сейчас падать начнут. Да, танки засижились. Кстати, вот Браток в шестой игре, это минки нормально ставить научился. В ультурами все мины выставлять. Если в ультурами все мины не выставлять, то тогда они не так эффективны будут. Так, танчиков уже тут. Бинус шаттл, не до контроль. Третья цеха сейчас доделается. А эти ударков можно настроить. Пару-трех штук сюда запустить. Хотя бы одного даже можно оттуда запустить. И будет непонятно, откуда он там пришел, где-то пробежал сам, здесь пробежал, там пробежал. Хрен поймет, где пробежал. Так, Арбитр Трибунал. А где Старгейт-то вообще? Что-то я не вижу. Где Старгейт-то? А, вот он, Старгейт-то сзади стоит. 92-142, шаттл со скоростью, кстати, уже. Полетел на мейн-братку. Что в этом шаттле? А, здесь Руба-Б Ривера, что ли? Неплохо минки, вилки-минки взорвали. Патрон демона сейчас не нанес, как вы видели. А, вот сейчас может нанести! Ну, нанесет, да, хорошие даманки. Ооо, что-то тут Диолку выпиливал в братку все вообще на мэне. Это полная печаль. Рабочек, вот, не осу... Браток уже поломился, но здесь лимит 150 на 88. Куда? GG, браток, но это классика жанра, на самом деле, сейчас произошло. Рива-Рива-Рива-Рива, да, зашел и все. Let's listen. Субтитры создавал DimaTorzok Так, спрыгаю сюда Все здесь вроде как А, Дольф в игру не смог попасть Все, я понял про что там речь было Но я тут ни при чем Это стандартный бак на самом деле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята Его 4-3 повел То есть последняя карта может быть, если он сейчас выигрывает А вот эта карта Я ее помню прекрасно Вот такая карта называлась Она Азолея и называется Не очень мне она нравилась Здесь 4 респа Но проход здесь только через центр Вторая база, которую очень тяжко застраивать Потому что надо далеко здесь застраиваться Третья только минералонли Четвертая уже в центре Он выход, причем далеко она Причем их две всего центральных И вот у нас в центре проходка Получается мосток И здесь где-то мосток Здесь мосток И вот центральная область Где вся битва происходит На самом деле Вот так вот получается Вот мостки и вот центр Вот выход с респа левого верхнего С 11 Вот выход с часа дня Вот С 5 Вот С 7 Ну проток у нас оранжевый Ребята Деволт красный Поехали Это получается Пока у нас 4 3 Восьмая карта у нас получается Может Деволт не эксус первый Или нет Нет еще пока минералов на барах даже нет Может быть и не эксус первый Вообще на этой карте Можно и не эксус первый отыграть И два барака Очень неплохо решают В чем еще одна необычность Этой карты И отличительная черта Здесь нет рампы на мэн Здесь один уровень Как бы с центром Она на одном абсолютно Уровне находится Вся Лавичан Руш Переподписан 10 месяцев Так Лавичан Руш Ты что Ака Ты давно Как-то это делал Сегодня А не Давно 10 Короче Ребят Всем привет Еще Данях В первый Деволт играет Бараток играет стандартно в эпоху Барагас Вы же помните про просьбу от блоки отключать, подписывайтесь на премиум и по возможности поддерживать Первый Старкрафт сейчас не каждый день, но он регулярно будет стримиться, какие-то турниры которые будут проходить как-то так Ну и второй Старкрафт тоже, конечно, никуда не денется Дексус 2 Барака Гас стандартно Сейчас можно пару-трой бутылков построить и потом уже перетешь Так, Бараток, кстати, почему-то подумал, что... Вот я сегодня тоже играл и непривычно в Первый Старкрафт ко мне рабочий тоже шел Я думаю, какую-то траекторию необычную идет Пошел он один лес не нашел, на второй а он на третьем, в итоге, оказалось, живет Вообще, пуск пилона, получается, выходил В итоге Бараток не угадывает с направлением разведки и это значит, что он не обнаружит просто оппонент своего сейчас Он делает две факты О-о-о, Диволд все видит, ребята Знаете что? Это просто катастрофа Почему? Потому что Да потому что сейчас Тира... Ой, Протсу достаточно запилить три Зилота и выйти в Драгону, все Если он отбивает, а он... Хотя, если Браток поймет, что происходит он может что сделать? Он может просто выйти в скорость с Вольтуром, поставить три танка и Сиджем за площадь, где-то вот здесь вот в горловине вот этой, как же, и тоже хрен что сделает Глазила ты готов? Сейчас Драгуны должны стройте, сейчас Браток поймет, что провал какой-то Он едет, оп, а здесь нет никого Как же так? Громко музыки и звуки относительно голоса Первый раз кто-то пишет об этом на самом деле, поэтому надо у остальных спросить, как, ребята, громко ли звуки и музыка Ну, Браток увидит нет, тут надо Диулку вот сюда было юнитов увезти Все, норм, сейчас я посмотрю А, на одно деление делаешь И все, музыки не остается тогда, просто К сожалению, игрой тут не отрегулирует Так, Дилок пришел, минус Дилок Две лаборатории бустятся Да, если Браток сольет, то это все Ну, против Нексуса Первого ему уже пора на самом деле вперед идти Диулк, смотрите Редко, когда увидишь это здание Но это лотерейка перезарядки щитов, ребят Сосодкой энергии она уже появляется Сейчас начнут ее копить при этом То есть Браток будет Точнее, Диулк будет перезаряжаться Так, Пилон здесь Три барака Да нет, Кротс готов Кротс готов Хорошо готов Чем дольше Браток сидит, тем хуже у него здесь ситуация Ну, кстати, если... Так, минки есть Минок нет То есть это скорость в ультурам плюс мины делаются Так понимаю Скорость уже готова А, нет, скорость уже готова Это Сич уже делается Уже Сич делается Похоже, Браток не собирается врываться вперед Инженерка пошла Так, Диулк видит Диулк нихрена не видит Короче, он думал, что Браток сейчас на лом будет делать А Браток просто блокировать будет Диулка Пытаться Ух, 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 Драгуны Дэртанк покуснись Че ж ты делаешь? Минки покусить его Нормально Че, Ниндрагун подошел Минки падают Надо отводить назад немножечко Сагрил Братка вперед Дэртанк-то дэмэджен и не тот был Че он делает? Давно я такого керни не видел, ребят Как говорится Просто, блин Это называется Лучше б не контролил просто Точнее, лучше б не фокусил Не полностью не контролил бы, конечно Но то, что тут Пытался фокусить Диулк Это ему в такой минус просто зашло То есть он не один Он сначала один танк начал фокусить Потом другой Один не дофокусил Другой не дофокусил Только потом фокусил еще один танк Ценой больших потерь Здесь вультура заезжает Вообще не контролит Диулк че-то Че он не контролил-то? Я еще не понял Драгуна можно сразу Через заклик было послать Прирост Вышел здесь, не может Пройти к минеральной линии Браток, тремя вультурами Просто тут Какой-то вообще устраивает Беспредельческий Тоталити полная Здесь вультура заезжает Минируется все рядом Вторым ним Минки надо фокусить Диулк фокусит Но минок че-то много Так, здесь отвел Блин, фокус хороший Мин демонстрирует Диулк Здесь заблокировано Проход со второй базы Вот драгун заходит Один драгун падает Здесь вультура Еле-еле Диулк сейчас отбивает Вышел зилок Вот с этим бодилком Хорошо бы идти Танк забрать этот Зилок пошел Второй зилок пошел Зайди вниз уже скорее Танчик почти здесь рядом К танку надо проходить Минки делают бабах Танк падает Все, кстати Куша ссяк И братка с цехи-то нет Танк и две вультуры Браток понимает, что Понимаете, последний шанс Для братка Единственный шанс здесь победить Это закрепиться здесь Поэтому он вперед не лезет Если он здесь еще унитов Настакает каких-то Плюс тц в перспективе Остроит У него есть шанс Но это единственный У него шанс На самом деле Все, Диулк идет вниз уже Не хочет Проток здесь рядом Уже сидел Много минок, ребята Через минки В танк лезть Тоже не вариант Надо шаттл сделать Надо шаттл сделать Туретка одна И то она там На кривой На позиции находится Минки Убивает Убивает Диулк Рабочих почему-то Не строит Я не понимаю Рабочих надо вообще И подвестановить Что строить Туретка Минус Опять перезарядка Щитов Нет, рабочих Все-таки заказан Есть же Вот есть же Робо Ладно, шаттл Где обсерватория Чтоб выбить минки Здесь один танк Всего был Просто выбить минки И отогнать Нафиг Короче Отсюда Диулк стоит Диулк ждет А браток ушел Отсюда вообще Он будет вот здесь Если оборону построить И третью цеху Уйти Браток максимум Кстати, да Он понимает Что ему надо халявить Ему надо халявить Пытаться И тогда будет шанс Какой-то А здесь Здесь обсерватория Которая блокирует Нахер минеральную линию Да что ж ты творишь Та, ема Че здесь Чем мешает Здесь пространство Нахер минеральной линии Ее ставит Припекает На меня Братка уже Штука 100 газа Кстати Накопилось Обратите внимание Ну он пригодится Ему на будущее Ну а пока Ему надо Что-то здесь Сделать Какой-то То есть он Цеху занял Сейчас еще одну Займет Если он займет Минерал Лонли То у него Все Ого будет Так Вот у нас Сервер На туретку летит Молодец Диулк Ну Неужели туретки Так недалеко Стреляли В первом старике Похоже, что да Надо вести дальше Апса Че здесь стоять Третий Нексус Диулк Собрался Ставить Шаттлок А, вот Сейчас Ривер будет Какие риверы Это здесь Все уже Прикрыто Здесь наоборот Надо было Здесь аж Две туретки Браток Делать Ему Ничего себе Маньячин Просто Так Вультура Приезжает Здесь Сиди Деволт Здесь юниты Стоят Здесь Не проехать Мимо Не знаю Шаттл С ривером Или нет Здесь Все три драгона Вот на такой Стадии Три драгона Держать Это значит Отдать их Просто Ладно Здесь пачка Стояла Здесь Вультура Выедут Сейчас Их Заминировать Да Им даже Иминировать Не надо Они через Атаку Все убьют По моему Браток Вообще По лимиту Сравнялся Браток Всегда Халявцем Таким он Был Но он Правильно Прочитал Ситуацию Браток Понимал Шкрот Будет Стоять Ждать Пока Минки Выбит Пока Туда Сюда Займет Время Он Пока Тридцать Цехи Отстроит Тридцать С рабочих Пойти А вот Строятся Да Строятся Они Их Самигают Ну Сейчас Диволту Что нужно Диволту Нужно Так Риверы Начинаются Ривер Харас Не Взорвется Выстрел Туретку Можно Фокусить Надо Забирать Ривера Ай Вычинил А так Б с двух Ударов Убил То есть Здесь Ровно 200 Как бы По сотке Демо За каждый Выстрел Наносит Если Хоть Чуть Чуть Начать Чинить Секунду Сразу Туретка Выживает Нужно Третью Стрелять Чего Против Кого Террор Какой Той Игре С Ривером Ты Вообще О чем Говоришь Выдвигается Диволт Вперед Кстати Интересный Билд Но Здесь Не Продавить Братка Здесь Уже Танков 10 Штук 9 Штук Простите Если Он Лоб Собрался Атаковать Это Решение Сейчас Здесь Просто Не Зайти О Не Да Ну Куда Тут В Хлам Сольется Диволт Короче 4 4 Ребят У нас Все Еще 9 Карт Понадобятся Похоже Да Ну Что Вообще О чем Вообще Речь Ребят Какие Риверы Куда Там Вообще Диволт Заходят Танков Часть Братку У нас Перевесить Чуть Ближе Убивают Сейчас Просто Браток Отбивает Это Ответный Ничего Не Поделать Вообще Будет Хотя Если Он Будет Сидеть У Просто Будет Шанс Нав Арбитров Каких Выйти И Т.D. Ну Не знаю Если Браток Сидеть Будет То Для Него Это Ошибкой Будет Сейчас Просто Процесс То есть У него Даже Не Было Скорости Зил Кам Это Было Видно На Сам Деле И Он Просто Пришел И Слил Все Надо Идти Стараться Убивать Есть Только Архивы Отдельно Всего Едут Надо Выводить Уметь Тоже Братку Можно Даже Кстати Не Идти Полным Выходом Вперед Ему Можно Отсюда Начать До Третьей Базы Сиджаться На Этих Позициях Полная Фигня Просто Идти Вперед Туретки Велить И Все И Ничего Не Сделать Дело Что Будет Здесь Но Если Браток Дико Ошибаться Не Будет Он Долго Будет Идти Отдаваться Там Туретки Не Ставят Шар В Двудроп С Зилотами Бомбардировать Танки Там И Танки Будут Погибать Так Да Сиджился Рассиджился Назад Вот Тогда Может Конечно И Нет Но Учитывая Лимит Какой Братка Он Уже Сюда Пришел Можно И Нужно Заходить Диолк Собирается Биться Он Понимает Что Для Него Здесь Все Плохо Чуть Отдалю Сейчас Прикольно Сделали Тем Что Отдалять Позицию Будет Видно Так Что Браток Убил Что Он Там Убил Кстати Диолк Очень Долго Браток Перед Двигается Сейчас Танки Перед Повел Дих Юнит Это Выходит Как На Дрожах Ну Видишь Что Тиран Так Медленно Двигается Конечно Надо Сидеть Надо Строить Зилков Больше И Ловить Братка На Ошибки А то И Пытаться Зилками В какой-то Момент Попытаться Подраться Но Поверьте Мне Ребят Прот С равным Лимитом С Тираном Вот Такого Стационарно Засидженного Тирана С 1-1 Грэдами С нулями Он Никак Вообще Не Может Убить Просто Никак Это Невозможно Перевод Пробок Идет Куда А Через Сейчас Мины Прежим Браток Вид Прекрасно Куда Куда Ты Я Всех Убрал Пошла Атака Ребят Диол Томится На Братка В целом Считаю Неплохо Наломился Шторм Мимо Вообще Вот Куда Надо Два Шторма Было Кинуть Тап Эти Танки Все Погибли Вы Четыре Штуки Видите Вроде И Позиция Хорошая Вроде И Наломился Хорошо Но Пробить Не смог Диол Браток Продолжает Ити Вперед Здесь Штормовики Опять Грузятся Но Нету Мяса Которое Спереди Бы Затанчиво Прирост Неплохой В принципе 8-9 Даже Баран Как Человат Кстати И проб Сюда Проехали Браток Видел Что Проехали И Никак Не Канкли Все Пошел Налом Ну Понимает Что Сидеть Дальше Сдать Это Смерть Хорошие Штормы Кстати Хорошие Штормы Танчик Ухлы бы Не помешал Танчик Откупушем Зилки Почти Добегают Но Они По одному Бегут Сейчас Один Дошел Сразу С флешем Танкой Друг друга На Демоджеле Штормов Нет энергии Архон Конечно Против Тирана Вообще Ни о чем В первом Старкрафте Это У втором Против Бил Он Решал Здесь Вультура Его Просто Даже Расстрелить по ним Не сможет Разведут Нафиг Так Ну самое главное Что лимиты Вообще Почти Одинаковые И здесь Уже Нексус Вообще Качается Ну посмотрите Здесь обороны Кстати Нет Никакой Вообще Пробочка Че-то Приходит Нафиг Он Палит Контору Здесь Два Гитана Пили Просто Дарков Пару Построю И вообще Ну он Будет Здесь Браток Правда Так Расплетел Танки Свои Здесь Сверх Неэффективно Будет Драться Рекол Конечно Арбитра Да нет Арбитра Здесь Видишь Суде Уже Пробок Некуда Деть Хотя Хотя Сюда Было Перевести Здесь Вообще Смешно Переводят Дилоку Прикольно Мимка Назвелка Агрится Все Вместе Всегда Сиджил Собраток Назад Сиджил Здесь Два Танка Без Сиджил Нафиг Тебя Турецка Пока Турецка Нет Надо Был Танку Подрезать На самом Дилоку Один Танк Подрезал И Все Слилось Кстати Деволту Больше Сейчас Лимита Чем Брат Смотрите Там Майнер Пилон Дарк Побежал Второй Гей Здесь Потунку Вот Одну Запилил Здесь Есть Атака Одна У Паши Грейды Пока 1-1 И это Хорошо Что 1-1 Пока Еще Кстати Майнер Пилон Три Аш Ксм Заблочил Чуще Здесь Пилоны Пробиваются Патонов Нет Гультура Не просто Закрепиться А Тирана Гнать Вообще Отсюда Если Так Дерешься В итоге Все-таки Деволт Развалился Но Враток Вынужден Был Забрать Все Вультуры С этого Направления И Вернуть Их Сюда А там То Надо Дожимать Два Рабочих Слегас Кладем Улт Рабочих Тел Которые На Мэне Были Он На Третью Привел Вот Это Типичная Ошибка На Одной Базе Рабов Миллиард Здесь Не Написано Сколько У тебя Цифр А Здесь Вообще Нет Опять Лимит Деволт Неплохо Отстроил Идет Сюда Нексус Хотел Врать На Третью Брать Минерал Здесь Даже Минерал Больше С газом Ну Без Арбитеров Без Кареров Ребят Битва Протас Всегда В минус Разменивает Суть Прикул Потому Что Потому Что Он Допу Нужен Драться На Рассиженного Тирана Драться В лоб Ну Это Вообще Печаль Драться Дарк Приходит Начет Резать Сейчас Начет Резать Надо Скан Кидать И Враток Не Видит Походу Что Происходит У меня Опять Реплей Глючит Как Буду Скан Чего Нет Враток Не Контрол Драться Драться Все Драться Он Упал Ультуру Как Там Назад Пошкан Здесь Шаттл Пришел Тут Уже Галиков Пачками Плохо Эти галики вниз все пойдут, начнут здесь пробревать. Нет, чисто вольтурами враток? Да, чисто вольтурами, только вниз пошел. Здесь дофига вольтур. 2-2 апгрейда. Ооо, 2-2 апгрейда. Здесь две атаки только. Здесь браток стенок наставился. Зданий, короче. Тоже печально. Пока вот этот респ живет, у него еще теплится надежда какая-то будет. Видишь, здесь даже с этим респункцией печально. Пришли танки, 2 брата. Видите, далековатый фитер. Сейчас люди стоят. Вот, мне поможет. Видите, наверное. Надо побольше. Здесь все отобьет браток легко. Надо побольше силы сюда кинуть, получается. На этот респ. Коптелки какие-то не выбегали. Шальные танки не выбивали, получается. А браток все кидает в осаду. Ну там же протеста вперед не идет. Ну ема, нахрен сюда еще под водитель-то сам здесь не нападаешь. Все-таки вультуру к новых повелку гопашем. Танк все еще живет. Диволс идет вперед. Разваливается. Я думаю, что он должен сейчас жг написать. В последнее пока не пишет. Здесь реально уже нечего ловить. Тут и по грейдам, и по всем параметрам полная печаль. Так, здесь его выбьет браток спина, на самом деле. Вот эту засаду, потому что весьма лучше. Звук-луб выводит под танки. Молодец, какая-то старается. Ну и 10 сил, все. Ну и 10 сил, все. Так, здесь Драгуны что-то пытаются. Прирост, правда, что-то. Здесь жил. Здесь жил, это жирная ферма. Старите, конечно. Ай, извините. Его даже смял братка, поэтому он пока и не сдается. Сейчас прирост туда приедет, и там все будет ясно. Тем более здесь весло есть, даже дарки не помоют. ДГ пишет, Дивул. Все, 25 минут отыграем. Скоробей нет, риверы своих не атакуют. Так, пять минут, говорят. Ну давайте, пять минут подождем. Хост-то будет интересно или нет. Пока нет хоста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, эскадуа комментируем. Сетку сам найдешь. Запись уже выложена, обрабатывается на ютубе ищи. Вот. Короче, ребят, сейчас я на пару минут отойду. Долго уже не отходил. Надо туда замы дать отдохнуть. Так, физиологический перерыв. Ждем продолжение. Сейчас реклама пилю, но будете пропадить жест. Поэтому спасибо всем. Сейчас приду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА